Тестирование на глюкозу крови врачи проводят прямо в холле администрации Приморского края. Операция занимает всего несколько секунд. К медикам подходят все желающие, чтобы узнать состояние здоровья. Если следить за здоровьем, то всегда, в принципе, всё будет вовремя, главное, подойти к этому, то тогда уже потом в дальнейшем избежать каких-то возможных последствий и негативных результатов. В большом зале собрались врачи-эндокринологи со всей России. И подобные конференции проходят раз в год во всех регионах страны. Посвящены они различным темам. На этот раз Международному дню борьбы с сахарным диабетом. Медики и учёные озадачены. Количество людей, страдающих этим недугом, с каждым днём увеличивается. Диабет на сегодняшний день невозможно полностью вылечить. Но, к большому счастью, за счёт тех современных средств лечения и контроля диабета, это очень важный аспект в лечении, удалось достичь такой стадии, что люди с диабетом могут жить полноценной жизнью. По статистике, в России 12 миллионов людей страдают с сахарным диабетом. Основной защитой от болезни, по мнению врачей, остаётся качественное, а главное, своевременное обследование организма. Это связано с тем, что мы не часто обращаем внимание на свои мелкие недуги. Это связано с тем, что мы не всегда вовремя проходим обследование. Хотя, в принципе, на сегодняшний день всё делается для того, чтобы такое обследование можно было пройти. Медицинские центры Владивостока уже работают в этом направлении. Например, бесплатное тестирование на глюкозу сахара можно пройти до 30 ноября в клинико-диагностическом центре. Инна Гончарова, Сергей Лимыцких, «Панорама». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова